Доброе утро, ребята! И сегодняшнее утро настолько доброе, настолько чувствуется праздничная атмосфера, то что впереди праздники. К нам с Ваней пришла посылка! Да, пришла посылочка, и это снова были куча-куча-куча милки-вея. Кстати, посылочка пришла от Надежды, от Наденьки, с Москвы и... Великановой. Великановой, да? Да, Великановой Надежды. Вот, Великанова Надя, пришла твоя посылка, огромное-преогромное тебе спасибо, мне все очень понравилось, и бижутерия тут понравилась. Да, я покажу. Мне впервые приходит посылка в такой коробке, Почта России. Большой плюс Почте России, что они доставили ее. Нигде, ни помятая, ни поцарапанная, все аккуратненько упаковано. Вообще, респекту Вашуха, Почта России. Вот, смотрите, здесь красивые рисунки есть. Вот мы с Ваней. Вот я. Такое очень интересное у меня лицо. Так, это тебе? Да. Так, милки-вэй. Еще милки-вэй. Так, это что у нас? Это какие-то вот штучки с клюквой в сахарной пудре. Мой любимый я зефирчик, да? Да, зефир в шоколаде. Вкусняшка. Альпенгольд. Потом здесь альпенгольд. Вот таких вот две шоколадки. И здесь еще. А вот Аленка. Аленка тоже. Вася, нет! Вася, Васечка, нельзя. Вася, Васенышек, ну почему ты такой непослушный? Вылазь, давай. Давай, все, каши. Вот. Аленка. Потом Ментос. У меня здесь есть один Ментос и два Фрутелла. Фрутелла, да. Фрутелла классная. Тоже у нас в Украине продается. А вот. Потом вот это вот. Это браслетики? Да, это браслетики. Вот такой вот скраб. Вот такой вот нежный пилинг для лица. Из бижутерии. Бижутерия очень красивая. Мне очень понравился. И серьги понравились красивые. И браслетик. Да ты посмотри на них. Вася, ты что такой вредный? Что такой вредный? Иди вон сюда лучше. Смотри, сколько здесь интересно. Теперь у меня будет еще один магнитик. Москва. Так, тихо, тихо. Так, он ходит. Так, это у нас что? Очищающий гель для умывания с нимом. Вот. Вот такой вот гель. И две маски. Я так понимаю, они корейские. А резиночка? Резиночка была от письма. И две такие маски. Потому что за все это добро огромное, преогромное спасибо. Ай, самое главное показать забыла. Носочки. Здесь же носочки новогодние. Вася, поделись со мной носками. Помоги мне. Бери. Бери, грызи и тяни. Ай, Васька. Вот. И вот такие вот носки. Ай, со снежиночками. Вот такие вот у меня носочки будут теперь новогодние. Классные у меня теперь. Чуть-чуть таких нет у носков. Я буду их носить. Нет. Ты мне их растянешь. Я их буду носить. Вот. Так что вот такие вот подарки. Огромное, преогромное спасибо. Нам очень-очень-очень приятно. Да? В этом году Новый год у нас вообще суперский. Столько подарков. Столько нас... Добить всё. Столько на него. Мы в этом году обожрёмся с тобой за сладкого. Особенно мелкие вы. Теперь у нас его запас на год. На год, да. Но помимо посылки мне ещё пришло письмо. Раз мы уже заговорили, то сразу скажу, от кого пришло письмо. Пришло письмо от Ангелины. Ангелина Г. На? Кисканова Ангелина. Ну, я так понимаю, это Ангелина. Кисканова Ангелина. И откуда это? Россия. Кстати, когда вы пишете письмо, можно указывать на русском, от кого. Да. Здесь просто Ангелинка написала кому английскими буквами и от кого. То есть, кому, когда вы мне отсылаете данные, нужно писать английскими буквами и по-английски, ну, короче, не русскими буквами, а ваши адресы, ваши данные можете писать по-русски. Потому что вот сейчас тут написали, вот непонятно. Тут вроде Ангелина, вроде Ангелинга. Видишь? Ангелинга, да. Ну, я не думаю, что Ангелинга. Мне кажется, Ангелина. Короче, Ангелина, отпишись в комментариях, скажи, как правильно твое имя читается. Огромное тебе спасибо, там очень пахучие чайочечки лежат. Ай, меня аж это, забурчало в животе. Я еще не завтракала, потому что с такими-то веселыми делами не позавтракаешь. Завтракаешь тут во всем. Ты хочешь глядь за комнату? Да. Мы на кухне. Ваня делает вкусный кофе. Он уже завтракал, я ему утром, я теперь в 8 утра встаю, делаю Ваню завтрак. И сейчас я завтракаю. У меня жареные яйца, я их называю перевертышами, потому что я их жарю с двух сторон. Я не люблю жидкий желток, и я обжариваю с двух сторон и называю их перевертышами. Так что я кушаю, всем приятного аппетита. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Я сижу здесь монтирую видео, точнее уже смонтировала, мне осталось его только озвучить, но камера занята. Сейчас мы идем с вами на кухню и посмотрим, чем они там занимаются. Они там что-то снимают, новогодние ролики для семейной кухни. Я пока монтировала, они там снимают, мне сегодня чуть-чуть попозже, через час уже идти на учебу. Ладно, надо поменять батарею на камере, потому что она разряжается. Так что, пошли. Боже, как у нас вкусно пахнет. Вообще обалденно. Прям праздник праздником пахнет, да? На новогодний стол. Да, на новогодний стол, вот эти все салаты. Пахнет вообще супер. Так, в комментариях там переживали, что мы вкусняшки не едим. На самом деле, мы вкусняшки едим. Смотрите, упаковку Милки. Уэй. Милки Уэй. Мы почти... Ну, тут осталось 4 штучки, да? Сейчас мы 2 штучки съедим. И я уже съел 2 плитки Милки. Да, тут что-то у нас хорошенько подметает сладость. Да, так что не переживайте. Так, кстати, спрашивали, где мы все это храним. Да, вот. Вот стоят коробки. Одна коробка, вот вторая. Пока нам некуда это убирать. Да, но скоро появится, куда это все убрать. Да. Катя там видео монтирует. Это полоса? Угу. Ой, кто это рисовал на нашем машине? Пальцами вырисовывал. Я опять... Я опять уговорила Ваню меня отвезти на станцию. Ура, ура. Ой. Звонилась. А то... Так, Леньки, идти пешочком. Я вчера пешочком... Я вчера пешочком возвращалась домой, потому что Ваня делал ремонт. И он не слышал, что я ему звонила. И я сама дошла. Подожди, я еще не пристегнулась. Ой. Все, пристегнулась. Ой, у нас сегодня опять такая серая пасмурная погода. Сейчас мама с папой едут это... К зубному, да? Угу. Ты что будешь делать? Ну, экзамены в следующей неделе. Пистоится буду. У меня задания еще практики надо знать. Ясно. Я делал ничего. Но дело в том, что я не знаю, возможно, я через два часа завернусь. То есть, дело в том, что вчера учительница у нас не пришла, и я не знаю, придет ли она сегодня. Если она не придет, то я через два часа уже буду дома. Ну, чуть-чуть больше, пока тренд доедет. Ну, давайте, по-моему, машину по-моему. Заеду Меркадону, куплю вам эти... Кого? ...влажные санфетки. А, на машину? Угу. Да. Что-то получило. О, кстати, когда меня будешь забирать, нужно будет заехать в магазин, коробочку купить. Мы так вчера и не заехали. Как так? Вот так так получилось. Ничего себе. Опять красный. Твой косяк? Да мой косяк, я знаю, что мой косяк. Такое бывает. Как это опять красный, если мы только выехали? Там красный. Где мы сейчас встретили красный? Не знаю. Где-то тут, или где-то там. Так спать хочу. Ты где-то там, за горизонтом. Ты где-то там. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня сейчас такой будет интересный урок. У нас учитель по технологии любит поболтать. И мы первый час просто тупо сидим и слушаем, что он там рассказывает. Про жизни своей. А второй урок мы уже начинаем что-то делать. А на втором уроке... А что считает, что он рассказал на первом? Да. А потом уже, когда он начинает говорить, так, все, делаем задание, через 10 минут у нас уже все. Урок заканчивается. Ой, мы не успели. Ладно, завтра. Завтра сделаем. На следующей неделе. Маня! Вот такой вот у нас. Ну, вообще, очень хороший учитель. Не, он реально самый, пожалуй, из лучших учителей. Ладно, все, я побежала на станцию. В общем, как я и говорила, нас отпустили раньше, английского не было. Наша учительница поехала делать операцию на глаз. Поэтому ее сегодня нету, что я уже на станции и буду ехать домой. Маня меня уже забрала и уже тащит меня в Лидл. Не знаю, что он там хочет, но я тоже хочу кое-что посмотреть. А мой телефон здесь, все. Так что мы идем в Лидл, 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 Лидл. Лоу. Что там продают? Подожди, зай. Ой, смотри, здесь продают такую, такую классную штуку. Ты что орешь? Эхо такое. И все, больше ничего здесь интересного нету. Пошли внутрь. Мы уже в другом магазине. Мы уже идем в Меркадону. Спугались? Конечно, ты ж такой, такой, спугающий. Ну, а сейчас мы пришли за салфетками. Да, Ваня все никак не может купить салфетки для машины. Приехали специально в Меркадону за салфетками, а здесь есть все, кроме тех, которые нам нужны. Это судьба. Это судьба, Заня. Не нужны тебе? Что, ну что, все машины моют, что ли? Что за? Так, ты снимала дома? Нет, да, еще? Нет, еще дома нет. Так, мы дома. Катя сейчас готовит обед. Нет, ужин. Ужин, ужин. Хотя для меня это обид, я не обедал сегодня. Я пообедала двумя ложками винегрета. Ну, ты позавтракала позже меня? Ты во сколько? В 12 часов позавтракала? Да, где-то так. Ну, а я в 8 утра. И не обедал. Вот, Ваня заказал у меня на ужин салат такой я делаю. Это салат? Да, это салат. Тоже салат? Это холодный салат, да. Короче, тунец консервированный. Мелко порезанный лук. Отварной рис. Все это вместе перемешивается. Заправляется немного майонезом. Буквально ложечки две. Все перемешивается и в холодном виде кушается. Вот Ваня заказала у меня. Да, мы очень давно. Мы раньше частенько кушали, уже давно не кушали. И Ваня захотел. Я вообще хотела картошечку сделать, либо сделать макароны со сливочной подливкой. Но Ваня говорит, хочу рис с тунцом. Да. Ли с тунцом, так рис с тунцом. А я вообще сижу на планшетке. Видосик смотрю. На планшетке видосики смотрим. Вот так вот. Сегодня ремонт не делали. Да. Все заняты были. Все опять разъехались кто куда. И потом будем пить чай с шоколадками, да? Угу. А то мы что-то худеем с тобой. Нельзя этого... Ага, особенно я. Я прям худею. Я прям такая худючая. Обратили внимание, у нас мусорка посередине комнаты стоит. А я ее некуда. Устаня, куда поставишь? Она мешается. Там поставишь, там мешается. Ну и вообще никого не смущает, что у нас два стола тоже. Вот этот стол вообще шикарный. Там продукты. Ага. Ну, в этом есть прелести ремонта. В этом есть свой шарм. Шарм, да. Сколько у нас уже ремонт? Ну, ремонт на самом деле идет очень долго, потому что... Очень медленно идет ремонт. Я даже не знаю, успеете ли вы закончить. Успеем, успеем. Дело в том, что... Если бы мы работали... Ну, делали ремонт каждый день, с утра бы до вечера, то мы бы уже давно-давно закончили. Все, вот он наш ужин готов. Так что всем приятного аппетита. Очень вкусный ужин. Ужин. Я уже знаю. С таким серьезным лицом говоришь, это очень вкусный ужин. Я знаю. О серьезных вещах нужно говорить серьезно. Ладно, всем приятного аппетита, а мы будем ужинать. У меня очень важная для вас новость. Важнее новости просто не бывает. Ваня с Бельгии привезли конфеты, которые не продаются у нас в Испании ни в одном магазине. И когда Ване дали эту маленькую 18-граммовую упаковочку, он просто был настолько счастлив, что просто не мог выразить физически свое удовольствие. И сейчас я хочу показать эти конфеты. Тебе слово. Катя немножко преувеличила. Показывай давай. Совсем чуть-чуть. Ничего не преувеличила. Все знают эти конфеты. Это Skittles. На самом деле у нас их не продают. Поэтому ты радовался. Потому что последний раз ты их кушал. Да, и мне привезут их еще в упаковку. Скоро. Последний раз я их кушал 4 года назад. Вот, ребят, вы любите Skittles? Мне реклама нравится Skittles. Там такой прикольный жираф кушает радугу. Открывай. Или нет? И доят жираф. Какой-то там этот доят до жирафа. Дай. Дай мне, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Там 18 грамм. Сколько их штучек, интересно? Что ты резину тянешь-то? Ого. Они такие большие. Думала, они меньше. Мне черничная попалась. Что специально-то? Угу. У тебя какая? Не знаю. Они не красятся? Язык, да. Язык, да. А, покажи свой. У тебя нет. Может, я их не зафальшу? Что-то разгрык. Хитрый. Ну, ты, однако, хитрый. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень. Субтитры сделал DimaTorzok